Отец Засима уже заканчивал академию и принял монашество. Я помню, как его постригали в монашество. Сейчас мне не припоминается, но, по-моему, он много дней стоял в храме, днём и ночью, молясь в своих монашеских одеждах. Монашество он воспринял со всей своей душой в свои зрелые годы, он воспринял, как свою жизнь. Служу Отечеству, труд свой, научные открытия приношу на алтарь Отечества. Что может быть выше этих святых слов, чем служить Отечеству, как священник, служить святому алтарю. На алтарь свой труд и молитву приносит. А вот, Боже, так и любой гражданин, особенно государственные деятели, служить должны Отечеству. И военные все, и вы также, братья и сестры, должны служить Отечеству. Вот тогда будет патриотизм у нас, тогда смысл жизни будет, тогда будет нам и вот мирная, спокойная, добрая дальнейшая жизнь. Благослови, Владыка! Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, и неоприсно, и вовеки веков! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! После окончания духовных семинарий и академии в Ленинграде иеромонах Савати был направлен в Одессу, где митрополитом одесским и херсонским Сергием был определен Свято-Успенский мужской монастырь, а затем уже в наши края. И это здесь батюшка много трудов положил, почему и это не нравилось. И возмущали людей, чтобы доносили на него, чтобы отец Зосима не служил Богу только. Потому что много было священников, сами знаете. Но почему-то именно самые большие были гонения на Цезоси. Потому что он действительно вся жизнь была во Христе. Жить и дышать, чтобы угодить Богу. А чтобы угодить Богу, это вы сами видите, в то время построить такой великолепный храм внутри, это было невозможно. Все есть в храме, все, что необходимо есть в храме. И убранство храма, и иконы великолепные. Это действительно редкость в наше время. Особая благодать в этом храме. И сам отец Зосима никогда не оставляет своим попечением. Как он раньше не оставлял попечением Александра, кто всегда заботился. И сейчас он у Преслова Божьего стоит и молится. И об этом святом храме, чтобы Господь даровал. И благоустроение в этом храме. И самое главное, мир духовный. Здесь Божьего тоже молился. Те иконы, которые еще отец Зосима молился, вот этот уголок так же и остался. Все построения, и его стиль вернее, все так же и осталось. По этому образцу этой иконы написана и храмовая икона. Вот эта питерская икона с Александра Невской лавр. Пойдемте дальше. Это его келья, это его диванчик, где он спал раньше. Хранил облачение, все-таки в эти шкафах. Он жил во Христе, и это сущность была его, именно во Христе, именно для того, чтобы служить Богу, служить Богу в строительстве храмов и строительстве душ человеческих. Многие люди, которые с ним общались, обретали веру.